Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Два миллиона мальков в стерляде в год в регионе открыли новый завод по выращиванию рыбы. За незаконные свалки ответят в суде, что грозит организаторам четырех мусорок. Инспекторы ГИБДД бьют тревогу. В Самаре отмечен рост ДТП с участием детей, причем каждый второй не пристегнут. Более пяти миллионов мальков в стерляде и щуке будет ежегодно выпускать новый завод по производству рыбы. Его сегодня открыли в Безенчукском районе области. В этом году профильные компании региона совместно выловили свыше 800 тонн рыбы. Больше половины добыли предприятие Саратовского водохранилища. Оно является крупнейшим в области. На Волге располагается свыше 700 организаций, добывающих рыбу. Они обеспечивают рабочими местами более 15 тысяч человек. Чтобы обсудить перспективы развития рыболовства, в губернию съехались эксперты со всей страны. Количество рыбных ресурсов в Волге уменьшается, и его необходимо восстанавливать. По мнению специалистов, важно, чтобы во всем Поволжье действовали единые правила по добыче рыбы. Вопросы связаны как раз с осуществлением донного промысла, значит, отралового промысла, регулированием любительского рыболовства в нерестовые периоды. То есть мы должны все унифицировать в зависимости, конечно, от региональной специфики. Чтобы и у рыбаков-любителей, и у промышленников мы нашли между ними компромисс, и каждый из них смог добывать нужное количество ресурсов, перерабатывать или кормить свои семьи. Мы финансируем закуп племенного малька по нашим прудовым хозяйствам и финансируем затраты на приобретение оборудования. У нас есть, я думаю, вы слышали об этом, и форелевое хозяйство, и карповое разведение. И эти хозяйства уже выходят на широкий рынок и имеют даже торговые точки в наших крупных городах. И это мы должны стимулировать, безусловно. За незаконную свалку ответят в суде. Прокуратура Самары направила в суд иски о взыскании ущерба, причиненного почвам и окружающей среде с бросами отходов. Несанкционированные свалки нарушители устроили в четырех районах, прямо в городской черте. Сваливали в основном горы грунта, что грозит организаторам мусорок. И почему от ответственности им не уйти, выясняла Марина Кравцова. Это глиняная гора неестественного происхождения. Рельеф рукотворный. На это место свозили грунт. Если присмотреться внимательно, под снегом можно обнаружить целые куски асфальта. Грунт сюда свозили камазами. И судя по масштабам свалки, выгрузили не одну машину. Ущерб для природы от таких свалок оценивается в сумму от 30 до 150 тысяч рублей за каждый грузовик. Незаконную свалку устроили прямо под Южным мостом. Остаться незамеченными подобные залежи в городской черте не могли. Сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии нарушителей нашли. Факт сброса отходов зафиксировали. В этом конкретном случае с фирмой, которая вырастила гору из земли и асфальта, удалось договориться. Разгребать завал они будут собственными силами. И как положено, все же вывезут грунт на специализированный полигон. Нелегальным свалкам объявлен бой. Рейды по поиску нарушителей проходят ежедневно. Вооружившись видеокамерами и фотоаппаратами, сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии сидят в засаде рядом с излюбленными местами для сброса отходов. А порой и выслеживают подозрительные машины. Мы фиксируем, что КАМАЗы едут с какими-либо отходами. Если едут не в сторону полигона, то однозначно едут в те места, где уже по практике сложилось, что скидывают не санкционировано. Был грунт со строительных площадок, вывозился. То есть он должен был вывозиться на плановый полигон, но вывозился в те места, где мы их зафиксировали. Кроме штрафов, а для организации они могут составить до 250 тысяч рублей, и фирмам может грозить и приостановка деятельности. Также придется возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Если недобровольно, то деньги взыщут через суд, как будет с 12 нарушителями, которые сваливали мусор в неположенных местах в четырех районах Самары в конце прошлого и начале этого года. Отходы пытались спрятать и под мостом на улице Главной, сваливали землю на Ташкентской, Прожекторной и даже Новосадовой. Прокуратура города уже направила иски в суды. Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей. Поскольку до настоящего времени в добровольном порядке указанными лицами вред, причиненный окружающей среде, возмещен небом, прокуратурой были инициированы исковые заявления в суды общей юрисдикции с требованиями о возмещении вреда. В какую сумму оценить вред от незаконной свалки для почвы рассчитывают по специальной формуле. В рейдах участвуют и представители правоохранительных органов. Также на помощь природе приходят современные технологии. В городе устанавливают фотоловушки, которые запечатлевают неблаговидные поступки водителей грузовиков. Безнаказанным столь халатное отношение к экологии не остается. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Рост ДТП с детьми отмечают в Самаре. Практически в каждом втором случае ребенок был не пристегнут. Напомним, с этого года перевозить детей в специальных креслах можно только на заднем сиденье. Если ребенку не исполнилось 12 лет, его нужно пристегивать удерживающим устройством. Соблюдают ли родители правила безопасности? Сегодня утром проверяли сотрудники ГИБДД. Вместе с ними в рейд вышла и Валерия Макарова. Школа номер 148. До звонка на первый урок осталось 20 минут. Родители подвозят своих детей к школьным воротам. Именно в это время сотрудники ГИБДД начинают проверку, соблюдают ли взрослые правила перевозки маленьких пассажиров. По закону, детей до 12 нужно пристегивать адаптером или сажать в специальное кресло. Как обычно водите? В кресле. А вот, у нас чего? Так же в кресле ребенок сидел, просто когда завернули, она рюкзак одевала и все. По дороге, да, куда-то пристегивали. В случае ЧП обычный ремень может не спасти, а покалечить ребенка. Дело в том, что он рассчитан на взрослого человека. Ребенку в момент аварии он пережмет горло. О том, что для детей в дороге намного безопаснее сидеть в специальном кресле, напоминают сотрудники ГИБДД. Детей 12 лет у вас перевозите? Какие детские удерживающиеся используете? Фест. Фест? Да. И все? Перевозят только на заднем, на переднем сиденье? На заднем. На переднем не перевозят. Статистика неутешительная. У нас с начала года произошло 16 дорожных транспортных происшествий, в которых пострадали 19 несовершеннолетних. Из них 11 пассажиры. И из этих 11 пассажиров пятеро вообще были не пристегнуты ремнем безопасности. Без детских удерживающих устройств. В прошлом году сотрудники ГИБДД составили более 3000 протоколов на водителей, которые перевозили детей без специальных кресел и адаптеров. Сегодня штраф за это составляет 3000 рублей. Валерия Макарова, Максим Гузев, События. И снова в школу. На один день самарские родители вернулись за парты, чтобы почувствовать на себе, что такое ЕГЭ. В Самарском региональном центре для одаренных детей провели единый государственный экзамен для родителей и выпускников. В школах уже вовсю готовятся к проведению государственного экзамена. Досрочный этап начнется 23 марта. Как родители справились с испытанием и что нового на ЕГЭ ждет выпускников в этом году, узнавала Олеся Корецкая. В этом году ЕГЭ будут сдавать почти 14 тысяч выпускников. Сегодня их родители пробуют на себе все этапы государственного экзамена. Допуск, прохождение через рамку металлоискателя, инструктаж и выполнение самого задания. Полное погружение в атмосферу ЕГЭ. На едином государственном экзамене по русскому языку только мамы. Папы не решились. Светлана Иванова зондирует ситуацию для дочери-выпускницы. Девочка очень переживает, как будет сдавать ЕГЭ. Плавнуется больше, что если плохо сдаст, как бы не попадет туда, куда хочется. Или что-то на экзамен сложный попадется. Никаких подсказок, телефонов, экзамен записывается на видео. Все по-настоящему. Цель не напугать, а показать все как есть, говорят представители Министерства образования. Хорошая оценка на экзамене складывается из трех частей. Знание предмета, процессы самого испытания и правильного психологического настроя и у школьников, и у родителей. Чаще всего родители нервничают из-за того, что они не понимают и не знают, что это такое. Вот когда они в это окунутся, когда они это увидят, мы очень надеемся на то, что и дома будет более спокойная обстановка и более правильный настрой. В Самарском центре для одаренных детей волнуются особенно сильно. В этом году у них первый выпуск. Их воспитанники постоянно участвуют в сложных олимпиадах и конкурсах. И задания ЕГЭ могут вызвать замешательство с неожиданной стороны. ЕГЭ проще по сравнению с любой олимпиадой и любым конкурсом профессионального мастерства. И привыкнув бороться с амбициозными задачами, не всегда школьник сразу автоматом перестраивается и начинает искать сложные там, где его нет. До первого ЕГЭ в марте времени остается немного. Все самарские выпускники уже зарегистрированы. В этом году больше выбрали физику, химию и биологию. Меньше общества знания. В самой процедуре экзамена небольшие изменения. Материалы с заданиями будут печатать прямо на экзаменационных пунктах. Из всех дисциплин, кроме иностранного языка, убрали часть с выбором ответов. Тем временем испытание для родителей заканчивается. Как у вас ощущения? Нормальные ощущения, как на экзамене. Вы отличницы, наверное, были? Наверное, да. Ну как, трудно вообще, нет? Да нет, все решаемо. После экзамена круглый стол с представителями Министерства образования и педагогами. Родители делятся впечатлениями, вносят замечания и предложения. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. 137-я школа празднует 80-летний юбилей. Работников храма науки, названного в честь Героя Советского Союза Михаила Агибалова, поздравляют коллеги и представители власти. Школа выпустила из своих стен много талантливых самарцев и славится добрыми традициями. На праздники побывал Сергей Ромашов. Садитесь в сочинение, напишите. Это вам друзья знакомы. Тема будет «Моя школа». 11-классница Екатерина Карпенко примерила на себя роль классного руководителя. К юбилею родной школы номер 137 она готовилась со всей ответственностью. Как и ее мама когда-то, скоро девушка покинет стены этого храма знаний. Но только для того, чтобы уже самой стать учителем. Я влюблена в эту школу, я ходила сюда как на праздник. И мне всегда интересно посещать уроки наших учителей. Я с начальной школы хочу поступить в педагогический университет, на факультет начального образования и внеурочной деятельности. Учениками Кати в этот знаменательный день стали учителя и гости праздника. Их попросили написать эссе о школе. Ее история насчитывает уже 80 лет. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался приемный пункт для детей, которых вывозили из блокадного Ленинграда. Школа замечательная. Школа одна из старейших в районе. Школа имеет свои очень добрые и славные традиции. Школа гордится своими выпускниками. И мы, соответственно, как район, я думаю, и горд гордится выпускниками 137-й школы. Здесь чествуют выпускников, которые уже своих детей приводят в эту школу. Это же вот незримая нить поколений. Это элемент патриотического воспитания. Гости школы не только примерили на себя роли учеников. Для них подготовили концерт и выставку детских поделок. Вся школа превратилась в парадичную площадку. Восьмидесятилетие важная, но не единственная знаменательная дата для учителей и воспитанников. В следующем году школа ждет еще одно знаковое событие. В этом году школа отмечает юбилей. В следующем ее ждет не менее важное событие. 29 октября 1988 года ученики школы оставили для своих потомков послание. В следующем году мы узнаем, что там. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов, события. Далее коротко о других событиях дня. На территории Итальятинского детского сада спасатели ловили кабана. Животные передали охоту веду. Появление диких животных в городах Самарской области далеко не редкость. Так, в конце ноября кабана заметили на одной из главных улиц Самары, Новосадовой. Животное разгуливало по дворам. А летом операция по поимке лоси превратилась в целую эпопею. В районе 4-й просеки испуганный лесной житель сбил с ног сотрудника департамента охоты и рыболовства. Мужчина получил многочисленные травмы. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре туристам расскажут об истории города. Для них разработают специальные экскурсионные маршруты. Они будут проходить по улицам Куйбышева, Фрунзе, Шостаковича. Темы Самара архитектурная, Самара историческая, Самара запасная столица, Самара космическая. Также туристам предложат посетить национальный парк Самарская Лука. За последний год там побывали 250 тысяч туристов. А около 50 тысяч человек посетили Жигулевский заповедник. Реставраторы доберутся до здания кинотеатра художественной на улице Куйбышева. Речь идет об объекте культурного наследия. Дом Самарского купца второй гильдии Гласного городской думы Павла Головкина с торговыми помещениями. Соответствующий лот появился на портале госзакупок. Заказчиком реставрации выступает областной Минкульт, который ищет подрядчика, готового за 8,5 миллионов рублей восстановить исторический вид фасада кинотеатра и укрепить фундамент. Все работы будут завершены до 30 ноября 2017 года. На площади Куйбышева появится 20-метровая фигура масленицы. Ее разместят на острове новогодней ели. Также на площади появится надувной самовар высотой 4 метра. Оба объекта будут хорошо видны вечером и ночью. Их оснастят подсветкой. Рядом с домом Деда Мороза разместятся колеса с лентами, вертушки и печь. Дети смогут развлечься на деревянных аттракционных ложках, качелях, огромных сковороде и сапогах. Сцена «Балаган», оформленная в русском стиле, будет работать всю масленичную неделю. На ней установят ширмы для кукольных театров. Кроме того, появится площадка масленичных игр, зона для фотографирования и надувных аттракционов. Вторая декада февраля в Самарской области будет теплее, чем обычно. На 1 градус выше средних многолетних значений, сообщает Гидромедцентр России. Во вторник, 14 февраля, ночью пройдет небольшой местами умеренный снег. Примерно такая же погода ожидается и в среду. Днем столбик термометра может подняться до минус 5 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. История города от первого лица. Заслуженный строитель России Виталий Симонов рассказал самарской молодежи о своей профессии. Он строил всю улицу Старозагора, здание областного правительства, десятки школ и детских садов. История о главных стройках Самары выслушала Валерия Макарова. Всю жизнь отдал строительству, рассказывает Виталий Алексеевич Симонов. 36 лет он отработал в Самарском тресте номер 11. Прошел путь от мастера до генерального директора. Руководил строительством филармонии, белого дома, больницы имени Пирогова и жилых домов для тысяч семей. Сегодня о своей профессии рассказывает школьникам и студентам. Признается, будет рад, если кто-то из них после этой встречи захочет стать строителем. Строители практически не болеют. Во-первых, им болеть некогда, а во-вторых, они просто закалены самой природой. Ребятам это очень интересно. И я с радостью призываю их прийти в эту профессию, потому что они после себя оставят на века сооружения, которые, естественно, переживут современника. На встречу с молодежью Виталий Алексеевич взял фотографии Самары советского времени. Они сразу разошлись по рядам. Школьники подолгу разглядывали снимки, которые сделаны еще до их рождения. Хотелось бы узнать, как это становилось, что было сложно, что было легко. Многие еще не до конца понимают, что они хотят в жизни, как это сделать. И вот такие встречи с почетными жителями – одни из самых наилучших, чтобы показать, на кого надо гнется. Идея устроить такую встречу принадлежит молодежному парламенту. В планах чаще знакомить школьников с почетными жителями Самары. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. А вот о каких событиях мы расскажем в следующих выпусках. Осторожные люди. В Самаре участились случаи жестокого обращения с животными, что грозит живодерам. Помощь должна быть скорой. Готовность медицинских служб губернии к чемпионату мира по футболу проверит сегодня на станции скорой помощи. Чтобы не лил слезы крокодильи в день влюбленных, крокодилы из самарского зоопарка нашли пару. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!